Сегодня мы продолжаем наш рассказ о поддоспешнике Хитатары Камисимо самураев XI-XIV веков. И мы продемонстрируем надевание на такой поддоспешник доспеха того времени, то есть реконструкция поддоспешника и реконструкция доспехов периодов Хаян и Камакура. Как известно, в походных условиях самураи носили сандалии варадзи, сплетенные из рисовой соломы, а знатные самураи очень часто носили в то время башмаки цурамуки. Эти башмаки нужны были для кавалерийской езды, и шились они из медвежьей шкуры. Итак, мы начинаем облачать нашего самурая в доспехе, и делается это снизу вверх. Сначала надевается сунеатэ, защита голеней. Матерчатые сунеатэ, которые защищены кольчугой и стальными пластинами. А с внутренней стороны голени у сунеатэ кожаная пластина, которая предохраняет бок коня от повреждений, от ран, от стальных пластин. Следующий этап – это таре. Таре – это такой разводный фартук с нашитыми стальными пластинами, а часто нашивалась кольчуга. Таре – это защита бедер самурая. На кисти рук надеваются матерчатые перчатки с нашитыми кожаными пластинками, предназначенные для защиты рук при стрельбе из лука. Основным оружием самурая в этот период был лук. Самураев называли люди пути стрелы и лука. Самураев, собственно говоря, это был конный лучник. Тот меч, о котором мы знаем, катана, появляется только в конце XVI века. Рукава хитатары и камисимо под доспешника стягиваются вокруг запястья с помощью специальной тесьмы. И после этого вот, собственно говоря, перед нами так называемый малый доспех, то есть походный вариант доспеха где-то в дороге, в пути, во время переходов. А после этого надеваются на рукавники бронированные, называемые КТ. КТ имеют на кистевой части специальные петли для продевания пальцев, в которые два пальца продеваются. И при сжимании кисти руки на оружие, на рукояти меча или древки копья, они помогают защитить кисть руки, потому что на кистевую часть нашиты стальные пластины. КТ это матерчатые такие рукава, на которые нашита кольчуга и стальные пластины для защиты руки. Широкий рукав хитатары комиссимо он еще уплотняет всю эту конструкцию, защищая дополнительно руку. Вслед за КТ надевается защита корпуса. Кираса по-японски она называется «ДОО». Терраса имеет подвешенную к ней с помощью шнура юбку из стальных пластин как дополнительная защита нижней части корпуса и бедер. Такая юбка называется «Кус Адзури». В террасе мы уже прикрепили защиту плеча верхней части руки, тоже собранную из стальных пластин на шнуровке. называемой «СОДЭ». В данном случае это «ООСОДЭ» ранний вид такой защиты. «ООСОДЭ», то есть большие «СОДЭ». «СОДЭ» вообще по-японски прочтение можно читать как «рукав». Обилие шнуров на доспехах эти шнуры носят не только декоративный характер, они необходимы для того, чтобы можно было регулировать «СОДЭ» на руке или выдвигая вперед для защиты во время боя или убирая полностью назад для того, чтобы было бы удобно стрелять из лука. Маленькие пластинки на плечах когда-то служили роль защиты плеча от удара, впоследствии они стали защищать застежки половин керасы до вот ударов противника от перерубания. длинные концы шнуров химо закрепляются на спине на узле который называется агэмаки. Узел агэмаки ну, во-первых, он по представлениям средневековым служил защитой со всех четырех сторон света от демонов, во-вторых, такой узел агэмаки при падении на спину амортизировал удар от падения после этого завязывается пояс переднюю часть пояса вшита кожаная пластина для того чтобы защитить живот от ударов так как у нас это лучник то к поясу мы подвешиваем специальную катушку сплетенную из ротанга с запасной тетивой для лучника для лука следующий этап это шлем на голове у самурая мягкая шапочка эбоси которая служила в те времена подшлемником подшлемников на шлемах того времени не было ее складывают на голове то есть она такой подшлемника и амортизатор при ударах и надевается шлем по-японски кабуто данный шлем выполнен в традициях 11-14 веков шею защищает горизонтальная защита сикора сделанная из кожаных пластин почему кожаные пластины потому что иначе бы шлем был очень тяжелым и при ударе в лицо спереди можно было сломать шейные позвонки под весом такого шлема но кожа хорошо защищает от боковых ударов завязывается шнур мы можем еще показать маску мемпо которая надевалась и закреплялась с помощью такого шнура просто показать как это делалось вот маска мемпо полумаска дает хороший обзор в отличие от европейских шлемов топ-хельм и заодно и защищает лицо маска выполнялась в виде такого лица со скаленной пастью с усами часто с бородой ну и под маской могла скрываться женщина он обугайся женщины-воины и следующий этап это холодное оружие во-первых полевой меч тачи он подвешивается он у нас поверх ножен у него такой чехол из шкуры медведя он подвешивается вниз лезвием в то время такие мечи носили вниз лезвием в полевых условиях и закрепляется на поясе тоже специальным шнуром меч тачи был длиннее чем современная катана это был полевой меч для боя против одоспешенного противника и второй меч короткий меч самый короткий из всех танто этот меч служил для добивания раненого противника или для отрезания голов убитых врагов как трофей самурай убивший знатного противника мог принести его голову своему господину продемонстрировать получить за эту награду часто на поясе висела специальная такая сетка для отрезанных голов и последний этап так как у нас это лучник мы сзади закрепляем позади закрепляем колчан и бира в руках у моего помощника стрела которая называется кабурая кабурая это репа наконечник в виде такой репки он это свистящая стрела который подавался сигнал к началу боя и одновременно удар такой стрелы в шлем противника мог нанести ему контузию то есть вот сейчас мы видим самурая периодов Хэйян и Камакура 11-14 веков готового гэлью Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»